Украинский пассажирский самолет разбился в Иране Самолет авиакомпании Международной авиалинии Украины, который перевозил 177 пассажиров, разбился вскоре после вылета из Тегерана столицы Ирана ориентировочно в 4.30 по киевскому времени в среду 8 января 2020 года. Самолет регулярного рейса Тегеран-Киев должен был прибыть в Международный аэропорт Борисполь. Пока подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Позже сообщили, что на борту самолета было 11 граждан Украины, 2 пассажира и 9 членов экипажа. Среди погибших пассажиров были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера. Технический директор авиакомпании Международной авиалинии Украины Александр Шапиев заявил. Самолет произведен в середине 2016 года, получен с завода, до этого нигде не использовался. Замечаний по матчасти не было. Последнюю проверку самолет прошел 6 января. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни по вылету замечаний не было. Вероятность ошибки экипажа минимальна. Мы ее не предполагаем. Учитывая опыт, по 12 тысяч часов налета, сложно сказать, что что-то с экипажем. Незадолго до отправления украинского авиалайнера, а также вскоре после него, в аэропорту имени Хоминии в столице Ирана садились и взлетали самолеты международных, в том числе и европейских авиакомпаний. Небо над Ираном на время катастрофы не было закрыто, ряд международных авиалиний осуществляли вылеты и посадку в аэропорту Тегерану. Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и выразил соболезнование семьям погибших. На внеочередном заседании правительства Украины принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран. «Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации украинцев, погибших в авиакатастрофе. Наш приоритет — установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу», — сообщил Владимир Зеленский. Бортовые самописцы будут расшифровывать в Иране при участии украинских специалистов и представителей компании-производителя самолета «Боинг». Продолжение следует...